Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам об отвлекающих факторах и новой базе данных. Интересное дело. Водители постоянно отвлекаются на что-то в процессе управления автомобилем, хотя должны быть сосредоточены только на дороге. Однако факт остается фактом. Недавние исследования показали, что если в машине есть ребенок или домашнее животное, то водители чаще всего отвлекаются именно на них. Собака может залаять, положить лапу не туда, куда надо или просто захотеть пописать. Конечно, можно перевозить животное в специальном ящике, но мы же не садисты. Дети требуют внимания еще больше, особенно когда лежат в специальной люльке на переднем сиденье. Вот тогда почти 70, обратите внимание, 70% внимания водителя может быть сконцентрировано на ребенке. Что же происходит, когда мы оказываемся в машине одни? Почти половина водителей отвлекаются на мессенджеры и соцсети. 11% смотрят кино, и это в цивилизованной Европе, где за это положен приличный штраф. А что у нас? У нас, как всегда, свой путь, уникальный. По опросам Форд Соллерс, 70% наших водителей отвлекаются на привлекательных прохожих. Ну, мило же. Кстати, мужчины отвлекаются на женщин чаще, особенно весной и летом. Хорошая новость для тех, кто собирается купить подержанный автомобиль. В России заработала система расчета остаточной стоимости автомобиля Автокод. Все мы прекрасно знаем, что каждый продавец бэушной машины стремится, если не обмануть потенциального покупателя, то что-то от него скрыть. Начинается все с пробега, а заканчивается авариями, залогами и прочими радостями. Но, тем не менее, цену сбрасывать никто не хочет. Новый сервис на основе года выпуска, истории ДТП и пробега укажет ту стоимость, за которую автомобиль можно брать. Продавцу не нравится цена? Всего хорошего. Ранее клиентам стал доступен сервис, который помогает определить пробег подержанного автомобиля. Достаточно ввести его в ВИН-код, и информация будет на мониторе. Данные в обоих случаях берутся не из воздуха. Владельцы сервиса получают их от ГИБДД и страховых компаний. Так что обмануть нас станет куда сложнее, да и попросту невыгодно. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин